Самому маленькому участнику было два годика, самому взрослому 77 лет. У нас было более 30 участников. Мероприятие шло больше двух часов, потому что каждый участник хотел показать свое выступление. Были разноплановые жанры, привыкли, что танцуют и поют. Здесь, конечно, нас дети очень удивили. Рассказывали стихотворения от Лермонтова до Пушкина и детские стихотворения. Много стихотворений про маму было. Стокаревки приехали, лошкари, играли на ложках ансамбль «Непоседы». Играли на музыкальных инструментах кубыс, гитара и домбра. Очень интересный был номер от Моржина Ивана. Он собирал роботов на скорость. Очень интересный был номер от Бахметьева Дмитрия. Собирал кубик-рубик. Спид-кубик называется. Это собирание на скорость. Мы пригласили знаменитых людей, весомых людей в городе. Это и депутаты, это педагоги, директора многих школ, наши замечательные ветераны, которые все тщательно записывали. И в конце мы решили, что мы не дадим никому места. Почему? Потому что каждый ребенок был лучше всех. Поэтому все получили вот такие замечательные дипломы, лучше всех лауреат. И также мы давали нашим замечательным педагогам, помощникам вот такие благодарственные письма и сертификаты от сети магазинов. Дети получили медали, которые вы видите. Это именная медаль была, которая выносилась на красивой подушечке. Все мы постарались сделать, как в Москве, чтобы не упасть лицом в грязь. У кого были большие коллективы, то есть от восьми и выше человек, мы давали еще вот такие кубки. Ну, как организатору мне тоже вручили кубок. И самому старому участнику, Владлене Барбашиной, тоже вручили вот такой вот кубок. Не шути, судьба злодейка, лучше счастьем улыбнись и теплом, любовью, лаской. Тихо к сердцу прикоснись, ты пойми, любовью лечат, смех рождают и мечты. Злом же губят и калечат, не веди до той черты. Все, что мы могли, мы делали. Огромное спасибо магазину «Сладкоежка», который выделил нам сладости. И огромное спасибо нашему спонсору Артему Козловскому, который нам выделил деньги на торт. Благодаря ему мы могли завершить наше мероприятие чайпитием. В конце мероприятия, когда вручили всем дипломы, подарки, мы спели песню из бременских музыкантов, из мультфильма «Ничего на свете лучше нет». На следующий год уже мы будем второй областной шо-проект делать, уже, наверное, жюри, чтобы действительно выяснять, кто самый-самый лучший, кто самый-самый талантливый. Поэтому я вообще довольна, что я решила организовать этот конкурс и думаю, что это не первый раз, а не последний. Вот такая вот была идея. Но я ее вынашивала все лето, с июня месяца и до августа. И на сентябрь, 30 сентября мы запланировали и провели его в Политехническом колледже.